И к другим новостям. Решение об экстрадиции Мухтара Облязова будет принято французским судом 4 марта. Выдачей беглого банкира добиваются три страны – Казахстан, Россия и Украина. Олигарх обвиняется в финансовых махинациях на сумму свыше 6 миллиардов долларов только в нашей стране. Помимо этого он совершил ряд правонарушений и в других государствах. Если в ходе касационного суда будет принято решение об экстрадиции беглого банкира, премьер-министр Франции должен будет подписать постановление о передаче Облязова властям одной из стран, требующих его выдачи. Стоит отметить, что Казахстан не имеет с Францией соглашения об экстрадиции. Поэтому вполне возможно, что Облязовы его активы передадут России или Украине. Напомним, дело против экс-банкира возбудили еще в 2009 году. Тогда он подался в бега. Его сторонники-адвокаты считают это дело политическим. Между тем в России уже несколько осудили нескольких фигурантов дела о хищении с БТА банка. Несколько месяцев назад был арестован лидер националистического движения «Русский» Александр Белов-Поткин. Его обвиняют в легализации похищенных денежных средств. В ходе слушаний в касационном суде прокурор призвал отклонить жалобу защиты и разрешить экстрадицию Облязова. Если будет принято решение об экстрадиции олигарха, премьер-министр Пятой Республики должен будет подписать постановление о передаче Облязова в руки правосудия одной из стран. Это решение может быть обжаловано в Государственном совете Франции. Субтитры создавал DimaTorzok